здравствуйте вы смотрите market watch студии роман шевченко сегодняшнем выпуске рассмотрим следующий тема первое укрепление доллара сша по всему спектру рынка вторая вероятность снижения основной процентной ставки фрс сша третья тема глобальная реструктуризация главного банка германии и как следствие увольнения 18 тысяч сотрудников и завершим сегодняшний обзор американским фондовым рынком пятницу был опубликован отчет о рынку труда в сша напомню что экономисты прогнозировали достаточно слабый рост занятости в не сесть в хозяйственном секторе экономики сша но фактические данные оказались значительно лучше предыдущего и прогнозируемого значения количество созданных рабочих мест увеличилась на двести двадцать четыре тысяч до максимального значения с января текущего года также значительно лучше прогноза оказались данные по занятости в производственном секторе этот показатель превысил прогнозируемое значение 17 раз как следствие доллар сша достаточно сильно укрепился по всему спектру рынка на фоне укрепления американской валюты основная валютная пара обвалилась под технический уровень поддержки 1 1270 при этом локальная целью отметки 1 1180 еще не достигнуто дальнейшее ослабление котировок пары возможно лишь при условии более мощного роста доллара сша неожиданно очень хороший отчет по рынку труда уменьшает вероятность снижения основной процентной ставки фрс сша как следствие мы наблюдаем устойчивый рост американской валюты при этом инструмент мониторинга ставки фрс сша который основан на цене фьючерса на 30-дневную ставку по федеральным фондам указывает на стопроцентную вероятность снижения ставки поэтому рассчитывать на сильное укрепление доллара сша не приходится в это воскресенье стало известно о том что дойче банк уходит солл-стрит закрывая свое подразделение по торговле акциях в результате крупнейшей реструктуризации банк сократит 18 тысяч сотрудников в 2022 году речь идет об увольнении каждого пятого сотрудника на рынке достаточно сдержанно реагирует на эту новость ведь уже всем достаточно давно известно о проблемах дойче банка что отображается в достаточно сильном обвале акт за последние пять лет акции обвалились более чем на 75 процентов перейдем к американскому фондовому рынку неожиданно сильный рост занятости в сша уменьшает вероятность снижения основной процентной ставки и как следствие оказывает давление на фондовые индексы сша на этом фоне индекс s&p 500 вернулся под психологическую отметку 3000 долларов сша а доу джонсу так и не удалось преодолеть сопротивление у отметки 27 три ноля и тем не менее тренд все еще остается восходящим поэтому снижение основной процентной ставки фрс сша может привести к прорыву отмеченных уровней сопротивления на этом у меня все внимательно сидите за новостным потоком и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка